Здравствуйте, дорогие женщины! Меня зовут Татьяна Дорофеева. Я являюсь основательницей Международного тренингового центра Международный клуб совершенства жизни, а также автором уникальной системы трансформации жизни Female Man Healing – системы исцеления мужской и женской природы и автором шаманского диарминга «Распечатки исцеления травм через тело». И это серия видео, которые я хотела посвятить ответам на вопросы в теме женственности, сексуальности, истинных, глубинных древних женских практик и знаний, а также работы с женской природой, активации женской природы, женской матки, тела. Почему я? Потому что так сложилось, что с 15 лет я жила и практиковала в закрытых шаманских магических женских школах, являюсь хранительницей знаний, практик, традиций Храма Луны. А также я тот человек, который прошла глубинный процесс трансформации серьезных женских заболеваний, наследственных заболеваний до полного исцеления и пробуждения своей природы, своего тела. И вот уже больше 11 лет я практикую, преподаю женщинам и мужчинам по всему миру, пробуждая их здоровье, исцеляя здоровье, пробуждая их природу, сексуальность, силу и балансируя, трансформируя все сферы жизни. И сегодняшнее первое видео я бы хотела посвятить раскрытию темы сексуальности. Что такое попсовое название, заезженное название, от которого уже, наверное, многим из вас тошнит. Это сексуальность. То, что нам преподносят, то, что сейчас культивируется. И есть несколько уровней сексуальности. Самое распространённое – это сексуальное желание и манифестация сексуальности через внешний вид и знания. То есть через одежду, внешний вид, макияж, через походку, движение, через знания о том, что говорить, как говорить, техники, правила соблазнения и тому подобное. Это всего лишь первый уровень сексуальности, который подходит тем, кто внутри не осознаёт, не чувствует на самом деле этого состояния, этой жизни, этого дыхания природы, кто находится не в соединении со своим телом, со своими чувствами, с душой. И да, этот вид сексуальности очень культивируется в нашем мире, потому что на нём зарабатываются огромные деньги. Потому что этого достичь легче, выучить определённые методы, правила, знания, прочитать лекцию, хорошо привести себя в порядок, красиво одеться и так далее. Но чем больше у нас внутри пустота, чем меньше у нас этого состояния чувствования себя, своей глубинной женской ценности, целостности, природы, тем больше нам нужно себя менять внешне, тем больше мы хотим изменить своё тело, что-то убрать, чего-то добавить, тем больше мы боимся стареть и быть никому не нужной, тем больше мы нервничаем, когда более молодое поколение наступает нам на пятки и начинаем переживать за свои отношения, за свою красоту, за свою молодость. Тем больше мы можем привязываться в паре, привязываться в отношениях, ревновать, бояться одиночества, бояться быть отвергнутыми. То есть вот эта разбалансировка внутри приводит нас к тому, что мы начинаем испытывать страх старости, страх болезней, страх одиночества, страх потерять, быть хуже, становимся капризными или же ревнивыми, или же подавленными, а также постоянно нам что-то в себе не нравится, мы постоянно что-то в себе меняем и это вызывает огромное напряжение в нашем теле, огромный страх жизни, который не позволяет растечься, быть свободной, быть собой, наслаждаться, жить, любить и самое главное идти в близость. Потому что сексуальность – это совершенно не женщина, в первую очередь вызывающая сексуальные желания, не та женщина, которая постоянно возбуждена и хочет секса. Это абсолютно не об этом. И тем более не о нашем внешнем виде и не о нашем возрасте. Сексуальность – это состояние. Секс в переводе с английского – пол. То есть это половая принадлежность либо мужчина, либо женщина. Либо я активирую и нахожусь в своей мужской проявлении янской энергии, либо в женской, либо в балансе. Сексуальность – это состояние соединения с собой, со своей изначальной природой. А изначальная природа женщины – это её тело и гормональный фон. То есть это та же природа, которая и вовне, природа Мать-Земля со своими ритмами, со своими циклами. Мать-Земля также чистится, Мать-Земля также плачет, Мать-Земля также радуется и также наполняется. Мать-Земля, обладотворяется солнцем и дождём, рождает плоды, копит, умирает зимой и снова рождается весной. То есть Мать-Земля не противоречит своим циклам, что, к сожалению, делают многие женщины. И соединение, сексуальность – это в первую очередь соединённость с собой, с чувствованием и пониманием своего тела, почему в нём такие или такие процессы, откуда в нём берутся сбои, откуда берутся болезни, первопричина болезни, первопричина гормонального сбоя, первопричина болезни матки. То есть она, женщина в соединённости, понимает и чувствует своё тело. Плюс это соединённость со своей душой, то есть со своими чувствами, со своими эмоциями. Когда я их чувствую, проживаю и осознаю, я осознаю, что я чувствую. То есть соединённость ума, сознания, с подсознанием, с душой, с чувствами и эмоциями, а также с телом, ощущение каждой клеточки в теле отдельно, ощущение пульсации и вибрации в своей матке, ощущение своего позвоночника. Когда женщина находится в соединении, она становится ведающей, ведающей, что творю. Я осознаю, почему я так делаю. Я осознаю, я слышу своё тело, которое со мной разговаривает, что оно хочет кушать, что оно хочет пить, какие объятия или ласку оно хочет, почему у него где-то там заболело или зажало. Это значит, что изначально это возникло на уровне души, на уровне эмоций, что что-то я почувствовала, где-то что-то запечаталось. То есть это целостность плюс сексуальность, это чувственность, это ценность и целостность всех своих частей и тёмной, и светлой. Это когда я знаю и предъявляю себя, живу не только из своей принятой светлой части, то есть позитивной, той, которая я должна быть, или которая нравится, или чтобы меня не отвергли. А также я знаю свою скрытую часть, тёмную часть, ту, которую я прячу, стыжусь, боюсь, или не признаю, или отвергаю. Потому что сексуальность, это не только, я должна быть лёгкой, радостной, такой парящей, всех любящей и так далее. Нет, сексуальность — это настоящность. Я та, которая есть во всех своих частях, во всех своих проявлениях. Я могу быть разной. Я сексуальность — это способность проживать свои чувства. То есть когда мне печально, я плачу, когда я злюсь, то я проживаю злость. Когда мне обидно, я чувствую эту боль и эту обиду. И я способна о ней проговорить. То есть способность чувствовать и ощущать все свои процессы — это уже следующий уровень сексуальности — эротизм. Когда я становлюсь чувственной. Там уже нет просто сексуального желания, которое мне нужно как-то включить в мужчине или самой обязательно прожить. Там есть эротизм, чувственность, когда я ощущаю всё, не только светлое, то, что позволительно, но и свою тёмную часть. Тёмная часть — это и есть женская глубинная энергия. Вы же видели, что в Мананде и Ньянь она тёмного цвета. Это не плохая тёмная. Это скрытое, это земная, это ночное небо, это Вселенная, это Великая Богиня-Мать. И следующий уровень — это когда я иду в интимность. Интимность, то есть глубина, в ней рождается близость. Интимность — это когда я способна открывать себя, быть уязвимой, говорить о своих чувствах разных. И когда я способна видеть своего партнёра или других людей тоже разными, я вхожу в принятие, я вхожу в поддержку. Почему? Потому что я принимаю и поддерживаю себя. Никогда невозможно принять другого человека, не принять себя. Никогда невозможно принять недостатки другого человека, не замечая, не принимая своим. Никогда невозможно узнать, услышать, увидеть другого человека, не замечая себя, а просто играя в себя, существуя. И из этой интимности рождается самый глубинный высокий уровень сексуальности — это близость. Это способность идти в близость. Близость — это не интимные отношения, близость — это не объятие. Близость — это способность другому человеку, который очень важен и ценен, что самое сложное, предъявить себя во всех проявлениях, быть спонтанной, быть живой, быть тёмной и светлой, быть во всех своих частях, быть чувственной, раскрытой. и принимать в этой близости, иметь настолько огромную силу, чтобы быть уязвимой, и иметь настолько глубинную женскую мудрость, чтобы видеть и принимать своего партнёра в близости, таким, какой он есть, не таким, как я хочу его видеть, не таким, как мои ожидания или переноса на него, но быть для него, быть с ним, принимая его тёмные части, показывая, проживая свою тёмную часть и умея это всё трансформировать, это близость. Близость — это только для смелых людей, а значит и сексуальность, это только для зрелых, раскрытых, готовых и смелых женщин. Это живая, пробуждённая женщина, восстановленная по всем уровням со своей женской природой, со всеми своими стихиями и гормонами внутри. Женщина, которая настолько мудрая, глубока и смелая, настолько дикая, которая идёт к себе настоящей, во всю свою тьму. И это то, чего в нашем мире практически нет. И это то, что самое бесценное, самое вкусное, с одной стороны пугающее, но с другой стороны манящее. И в этом есть вся полнота цветения природы, цветения сексуальности, цветения жизни. И это и есть жить, а не существовать. Это и есть быть, а не казаться. И совсем скоро я готовлю открытый марафон для женщин, где вы сможете прикоснуться к этому, где вы сможете открыться этому, где мы пойдём в это, насколько это возможно, глубоко. это только для тех женщин, которые уже достаточно зрелые, открытые, готовые и смелые, которые устали бояться, которые устали ждать, которые устали быть, казаться, существовать, которые хотят попробовать себя на вкус. поэтому я буду продолжать. Если вы хотите другие видео, ответы, где мы ещё поговорим о непопсовом понятии женственности, о том, что такое пара, на самом деле, как она создаётся, о женских трёх сердцах, всё это будет в серии этих видео. Если вы хотите и остальные видео, подписывайтесь по ссылке, и вы сразу же им будете получать, а также получите информацию об открытом марафоне, где мы с этим начнём работать, в это погружаться. Присоединяйтесь. С любовью и светом. Ваша Татьяна Дорофеева.